Главнокомандующий военно-морским флотом СССР адмирал Горшков называл эти корабли рабочими лошадками флота. Они и сегодня с честью несут свою нелёгкую службу на морских просторах. Малые противолодочные корабли в фильме оружия. Охрана прибрежной зоны и борьба с подводными лодками противника была одной из важнейших задач, которая в послевоенные годы встала перед военно-морским флотом Советского Союза. Субмарины НАТО нередко заходили в территориальные воды СССР с разведывательными целями. В арсенале потенциального противника появились многоцелевые атомные подлодки с ядерным оружием на борту. Для противостояния этой угрозе нужно было срочно создать новый подкласс кораблей, который пришёл бы на смену заслуженным, но уже морально устаревшим морским охотникам проекта 122. Ведь их предназначением была борьба в прибрежных районах с дизельными субмаринами, которые имели небольшие скорости хода. Эти обстоятельства и определяли требования к поисковым возможностям, составу оружия и тактико-техническим элементам охотников в целом. Их оружие в основном состояло из глубинных бомб, которые по одной сбрасывались сверху на обнаруженную лодку. В стремительно меняющихся условиях боевое использование охотников 122-го проекта становилось неэффективным. В связи с этим началась разработка более совершенных средств борьбы с подводными лодками. В первую очередь гидролокационных станций и скорострельных многоствольных реактивных бомбомётов, которые могли бы обнаруживать и поражать подводные лодки залпами глубинных бомб впереди по курсу корабля. Эти средства борьбы были реализованы в новом проекте малого противоволочного корабля, который пришёл на смену охотникам за подводными лодками первого послевоенного десятилетия. Тактико-техническое задание утвердили 10 апреля 1956 года. Проект получил обозначение 204. Специально для этого корабля была спроектирована оригинальная движительная установка. Вращаемые дизелями грибные винты помещались в трубы, в которые нагнетался воздух, создавая дополнительную тягу. В таком режиме работы скорость движения значительно возрастала. Всего для военно-морского флота СССР было построено 63 малых противоволочных корабля 204-го проекта. Большинство из них находилось в боевом составе флота до конца 80-х годов. Малый противоволочный корабль проекта 204. Водоизмещение 555 тонн. Длина 59 метров. Ширина 8 метров. Осадка 2,8 метра. Силовая установка дизель-газотурбинная. Суммарной мощностью 39 500 лошадиных сил. Дальность плавания 2500 миль. Скорость 35 узлов. Экипаж 54 человека. Вооружение малого противоволочного корабля включало спаренную 57-мм скорострельную артиллерийскую установку и 4 торпедных аппарата. Для борьбы с подводными лодками впервые в мире на корабле такого класса установили две реактивные бомбометные установки РБУ-6000. Они были частью системы противоволочной обороны СМЕРЧ-2. Данные для стрельбы передавались на установку автоматически от системы управления огнем. Сама пусковая установка представляет собой 12 скрепленных между собой труб. Боезапас каждой установки состоит из 96 реактивных бомб. Бомбы, взрываясь на заданной глубине, создают сплошные зоны поражения и не оставляют обнаруженной лодке ни малейшего шанса на спасение. После израсходования всех бомб, пусковая установка автоматически возвращается в позицию загрузки. Кроме борьбы с подводными лодками, реактивные бомбометные установки стали одним из наиболее эффективных средств уничтожения торпед противника. При определенной дистанции подхода торпеды к кораблю производится залп, то есть поражение торпеды. Торпеда просто, грубо говоря, глушится и все. Она теряет свой ход, теряет управление и просто ложится на дно, либо взрывается, либо мы ее поражаем. Реактивные бомбометы и боеприпасы к ним были разработаны советскими конструкторами и первыми появились именно на советских боевых кораблях. По своим боевым характеристикам они превосходили все аналогичные системы вооружения кораблей стран НАТО. Реактивные бомбометные установки прошли не одну модернизацию и сегодня находятся на вооружении всех основных классов боевых кораблей. Самыми массовыми и наиболее удачными стали малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос». Многие из них и по сей день находятся в боевом составе флота. Серийное строительство «Альбатросов» началось в октябре 1968 года. С тех пор со стапелей сошли в общей сложности 87 кораблей. Их появление не ускользнуло от внимания специалистов НАТО. В зарубежных справочниках появилось новое условное название – «Гриша». В соответствии с западной классификацией «Гриши» являются противолодочными корветами. Мореходность кораблей проекта 1124 улучшилась благодаря наличию протяженной носовой надстройки. Она придает «Альбатросам» характерный внешний облик. Непотопляемость корабля обеспечивается делением на 9 водонепроницаемых отсеков. За счет принятия на вооружение новых гидроакустических систем – подкильной «Аргунь» и опускаемой «Шелонь» – все возможности по обнаружению и уничтожению подводных лодок противника также значительно возросли. На вооружении корабля находятся одна реактивная бомбометная установка РБУ-6000, два двухтрубных торпедных аппарата, два обычных бомбосбрасывателя с глубинными бомбами и два скорострельных артиллерийских комплекса калибром 76 и 30 мм. Малый противолодочный корабль проекта «Одиннадцать-двадцать-четыре Альбатрос». Водоизмещение – тысяча тридцать тонн. Длина – семьдесят один метр. Ширина – десять метров. Осадка – три целых и шесть десятых метра. Силовая установка – дизель-газотурбинная, суммарной мощностью – тридцать восемь тысяч лошадиных сил. Дальность плавания – три тысячи двести пятьдесят миль. Скорость – тридцать шесть узлов. Экипаж – восемьдесят четыре человека. Многолетний положительный опыт эксплуатации кораблей проекта «Одиннадцать-двадцать-четыре» доказывал необходимость их дальнейшего развития. Поэтому в 1982 году малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» прошли модернизацию. Они получили более совершенные системы навигации, радиолокации и акустики. На вооружении появился новый зенитно-ракетный комплекс. В результате всех изменений полное водоизмещение корабля увеличилось до тысяча пятидесяти тонн, а скорость полного хода при неизменной мощности силовой установки упала до тридцати двух узлов. Снизилась и дальность плавания, составлявшая теперь две тысячи триста миль. В 70-х годах на базе малого противолодочного корабля проекта «Одиннадцать-двадцать-четыре» «Альбатрос» в Германской Демократической Республике с помощью советских специалистов был разработан проект «Тринадцать-тридцать-один». Предполагалось, что это даст восточным немцам, тогдашним союзникам СССР по Варшавскому договору, возможность приобрести навыки самостоятельного проектирования и строительства боевых кораблей как для военно-морского флота ГДР, так и для других стран социалистического блока. По соображениям политического характера и в качестве оплаты долгов ГДР перед СССР, 12 малых противолодочных кораблей, построенных по модернизированному проекту «Тринадцать-тридцать-один-эм», были переданы Балтийскому флоту России. Ныне один из них – это малый противолодочный корабль «Башкортостан». Корабль был заложен в городе Вольфстаге на стапелях Пеневерфи 30 ноября 1988 года. Спущен на воду 31 ноября 1989 года под тактическим номером 228. В строй ВМФ СССР вошел 4 апреля 1990 года. 20 июля 1992 года торжественно был поднят Андреевский флаг. Первый малый противолодочный корабль проекта «Тринадцать-тридцать-один-эм» вошел в состав Военно-морского флота СССР в декабре 1986 года. На вооружении корабля имеются два двухтрубных торпедных аппарата, две реактивных бомбометных установки, два обычных бомбосбрасывателя с глубинными бомбами, две артиллерийские установки АК-76 и АК-620 и две тумбовые установки зенитно-ракетных комплексов «Стрела-3» или «Игла». Малые противолодочные корабли модернизированных серий проекта «Одиннадцать-двадцать-четыре» сегодня несут боевую службу в составе Военно-морских сил России, Украины, Литвы. Применение малых кораблей в локальных войнах и конфликтах доказало, такие скромные боевые единицы могут успешно противостоять крупным группировкам Военно-морских сил противника в прибрежной зоне. А их вооружение может отправить на дно боевой корабль любого класса, от линкора и авианосца до современной атомной субмарины. В боевых действиях современности особое место занимает высадка морских десантов. Сегодня они могут решать задачи оперативного и даже стратегического уровня. Но сделать это невозможно без универсальных десантных кораблей. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok